Над Гомельским районом на выходных летели парапланы. На аэродроме Зябровки прошли с поборництвы Кубка по уношной Усходней Европы «Бриллиант Фуд» по парапланерным спорте и Чемпионат Беларуси по леске «Десант-2018». За поветранными с поборництвами сочила Марина Джалая. На выходных было тепло и солнечно, а лямоцный ветер без перепынки. Особливо вольно он гулял на открытых местах, что ускладнило шлях до перемоги у дельников-чемпионата парапланиристов, которые проходили на Зябровском аэродроме. Полсотни пилотов с шести краинсвета взмогались помеж собой и с упрость природной стихии в дисциплине «Полет на докладность». В споборництвах у дельничали около 50 человек. Самому молодшему – 17, старшему – 68. Полеты проходили на вышине до 200 метров. Задача – на спуску трапить у цель. Вот так, как сейчас это делает парапланирист. Диаметр цели у всего – 3 сантиметра. Пилот должен ногой коснуться центра. Это будет у него ноль очков. Если он дальше от центра, это будут его очки в сантиметрах. Вот. Естественно, судейская коллегия смотрит, меряет линейкой, кто сколько максимально. А 500 очков – это значит 5 метров. Если человек вообще не попал, то значит ему все равно 5 метров засчитывается. Самыми докладными были приземления Сергея Сухорученко из российской команды. Redheads – первое место и 27 очков. На другой позиции – Кристиан Сьетинш из латышской команды Z-Pilots. На третьем ротку – Мазыранин Яугин Вихор из Полесского десанта. Цекало, что наш земляк находился левый токов заявления парапланерного спорта в Гомельской области. Это было еще на початку 90-х годов. «Предыстория о корнями в Гомель уходит, потому что один из тогдашних членов, начинающий парашютист Гомельского аэроклуба, Дмитрий Сухов, житель города Гомеля, приобрел параплан и привез его ко мне в Мозырь познакомить, показать. Мы щупали руками, цокали языками, было много эмоций. Там же в Мозыре впервые взлетели. Поэтому вот оттуда и началось. Потом этот Дмитрий перестал заниматься парапланерным спортом, но я как-то так увлекся и до сих пор. Значит, уже с 94-го – это 24 года». Все лето проводятся четыре этапы с поборництва Кубка у Беларуси, России, Литве и Латвии. Право на организацию финального этапа отримала наша краина. Кубок «Бриллиант Фуд» летость засновали Национальной федерацией названных краин, как вызначить наимocнейших пилотов до сцепления «Полет на докладность». Цикавость до этого экстремального виду спорта расте как в свете, так и в Беларуси. Зараз у Федерации авиационного спорта около 200 парапланиристов. Летость парапланиризма в нашей краине был зарегистрованный как официальный вид спорта. «Сейчас идет подготовка спортсменов. То есть мы нарабатываем опыт, нарабатываем ту технику, которая необходима для международных соревнований. То есть наши спортсмены уже белорусские участвуют в международных соревнованиях и имеют достаточно высокий рейтинг. По крайней мере, в тридцатку сильнейших один из спортсменов в Республике Беларусь ходит всегда». Парапланиристы урихтуют у Гомельском центре авиационно-технічных видов спорта и творчості. Тих, кто марить летать, у аэроклуб приймают с 16-ти годов. Марина Джала, Сергей Лукашук, телерадиокомпанія «Гомель» з Гомельского района.